Бизнес нужный и полезный. В сентябре прошлого года врач-травматолог 7-й городской больницы Василий Полывянный решил коренным образом изменить подход к лечению переломов. В преддверии Дня предпринимателя Василий рассказал о своем проекте. Самым распространенным методом фиксации суставов по сей день остается старый добрый гипс. Впрочем, он имеет ряд недостатков. Альтернатива – пластиковые накладки, ортезы. Есть такая динамично развивающаяся современная отрасль, как аддитивные технологии. Одним из основных проявлений которой является 3D-печать. Я посмотрел опыт, который есть внутри нашей страны и за рубежом. И пришел к выводу, что действительно в Москве у нас есть одна компания, которая этим занимается. Мы съездили в гости к здравпринту, именно так называется это стартап. Подружились с ребятами, получили от них некоторую информацию, решили совместно развивать эти вещи, двигаться в этом направлении. На рынке медицинских товаров ортезы уже получили свое распространение. В специализированных магазинах можно приобрести стандартные модели. Василий со своей командой решили пойти дальше и создавать ортезы по индивидуальным меркам. На помощь пришли технологии трехмерной печати. На 3D-принтере врач может оперативно создать изделия нужных размеров. Наша технология имеет одно очень важное преимущество – она очень дешевая и очень простая для воспроизведения. Поэтому мы пришли, наверное, это произошло как раз таки ближе к декабрю 2017 года, к мысли о создании комплекса. Мы его разработали, расчертили, собрали все необходимые для него детали. В течение двух месяцев до конца марта у нас шли научно-исследовательские опытно-конструкторские работы. Василий надеется, что в скором времени медики региона возьмут на вооружение его технологию. Сфера применения ортезов довольно обширна – от мелких переломов пальцев рук до заболеваний опорно-двигательного аппарата. Мягкий теплый пластик после нагревания в течение минуты твердеет. За это время врач должен зафиксировать ортез на теле пациента. В каких случаях мне нужен такой ортез и как вообще он накладывает? Ортез, который мы сейчас собираемся вам наложить, он применим при травмах разгибательного аппарата пальцев кисти. Это подкожный разрыв разгибателя. Это достаточно частая травма, которая, в общем-то, кстати, достаточно мало способов ее решения на самом деле. Консервативно представлено на рынке, а гипсом это сделать очень тяжело. Мы извлекаем ортез из нагревательной камеры. Как видите, он пластичен. Дальше мы берем палец и с помощью лапок фиксатора придаем ему плотную позицию на пальце, немножко изгибая кончик фаланги кверху. После того, как технологию доведут до ума, ее предложат использовать в больницах и травмпунктах. Обратит ли внимание Департамент здравоохранения региона на инновационную разработку – неясно. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.